Сказываю немножко. Вчера я была просто в дороге целый день, потому что в машине приехала. Нужно родителям было кое-что привезти. Вот сегодня один день здесь, и завтра уже в дорогу обратно в Москву. Так что я ненадолго. И пока я здесь, у меня решили припахать в огороде. 11 лет. 11 лет вообще не то, что не сажала картошку. Ну да, не сажала картошку. Так-то и на грядках тоже. Да, я вижу, что сильнее дождь пошел. Здесь дождь. Вчера было 23 градуса. Это Башкирия. Пять воробей. Знаете, где мы? Мы... Ага, идти в походе, кажется, мы говорим. Алексей, Алексей. Алексей, Алексей. Посмотрите, наши замечательные... Настройка громкости, настройка громкости. Громкости, настройка громкости, настройка громкости. Боже, вот так вот отдыхаем. Отдыхаем. У нас такая встреча была интересная. Не запланированная, поэтому не обижайтесь, что кто-то кого-то не пригласили, не сказали. Потому что Андрей вообще только сегодня узнал. Я это вообще сюрприз, как привезли. Самого себя. Это просто он мне подыграл. А я помогал Саше Никифоровой, своей подруге-актрисе. Вот так вот получилось, что... Софт-бали. Да. Так что ждем следующий наш фан-стрейн. Что будем делать? Да, и концерты, и все остальное. И еще у нас новостей много-много. И прямой эфир скоро. Ну я поймала, где с ним праздываешь. А ты что? Пап, ты считаешь, что справедливо меня заставлять работать? Конечно. Как это? А почему? Это честно. Ох. А что? Ты ведь очень мало дома у нас работала. Ой, все, начинается. Ну, 16 лет, и все. Ну что, 16-15? Ну ладно. Картошку сожраем. Андрей, привет. Мам, ты дочь эксплуатируешь, ты знаешь? Нет, конечно, привет всем. Она даже не знает, что я с ним... Ты что, понимаешь, все? Ну ладно. Понимать, что я снимала. Мам, ну это же неправильно эксплуатировать меня. Неправильно. Мы с тобой работаем, смотри, весна какая. Как весна, дождь идет. Дождь и капут. Иду. Да, позавчера было мероприятие, мы были там с Андреем, потом мы даже сходили в караоке, классно посидели, пообщались. После вчера я была в дороге, целый день на машине, потому что здесь все-таки от Москвы 1200 километров, вот, мне нужно было кое-что привезти родителям. Задержалась здесь на один день, и завтра снова в путь в Москву. Так что Андрей там один без меня переживет эти дни. Жду сама, когда он выйдет на связь, наверное, отдыхает. Все хорошо, с нами все хорошо. Вот, пожалуй, Мам, важнее всего здесь снегопадок, которым с головы горячим. Всем привет. Значит, меня эксплуатировали, я на огороде. Правильно так ведь говорить, да? Вот, смотрите. Вон там мои родители. Я пока тут... У меня закончилась картошка, жду следующей партии. Так что не вечно по праздникам ходить. Надо иногда и работать. На самом деле мы хотим просто вдвоем еще где-то сняться, но так как у нас это не развито в кино, мы решили, если нас не приглашают, снимем сами. Это вот та же система, по которой я снимаю сцены на английском, из голливудских фильмов. Если не снимают в Голливуде, я снимаю сам. Да. И потом, столько запросов на второй сезон сериала, но мы понимаем, что этого не будет, поэтому как-то хочется сделать приятное и сделать продукт для своих зрителей. Потому что двигатели именно это зрители. Впервые я вообще села где-то в 12 лет на мотоцикл. У меня есть классный родственник дяди Вити. Это было в деревне, в самой такой деревне, в которой можно снимать кино, кстати. Вот, в башкирской классной деревне. Родители уехали тогда, кстати, в Питер. И оставили меня вот с ними, с моими родственниками. И он меня посадил сначала на скутер, потом на мотоцикл. И я поняла, что не хочу с ним расставаться. Как вот и с Андреем теперь. Никогда в жизни. Ну, все. Я никогда не катался. Нет, я хотел, я хотел в детстве. Я не давал, на картинке катался. Аккуратненько, обещая поворотики. Аккуратненько. Надо с тобой загонять, кстати, на картинке. Да, сгоняем. Легкомысленность. В плане, ну, она бывает просто легкий человек, легкий на подъем. Я вот, кстати, достаточно легкий на подъем человек. Оп, оп. Вот. Ну, вот, бывает такая легкомысленность у людей, когда они, ну, сами не понимают ни то, что, чего хотят. Чего не от меня хотят. Понятно. Ну, конечно, ложь не воспринимаю. Если человек лжет, и это неоправданно, ну, никак, совсем, никакой ни ситуации, ничем. То это никак не прощается. И не, не люблю осуждение. Потому что нельзя, ну, как, даже не то, что нельзя. Наверное, мы все тоже через это проходили. Осуждение другого человека, ну, это неприемлемо, в принципе. Ты не брал, как говорится, ты не брал его обувь и не ходил его ногами. Ну, вот, да, вот то же самое. Я очень не люблю, когда человек не может объективно посмотреть на какую-то ситуацию. Да. Не со своей точки зрения. Потому что есть просто утертые люди, которых все, вот только так. А ты попробуй загляни с другой стороны. Пойми, что там, может, какое-то двойное дно есть. Вот. Ну, так, к сожалению, не всегда работает. А так и стараюсь принимать все. Джимми Нейтрон. Я хотел полететь в космос, как он, на ракете. Я ее строил, я ее построил. Я построил ракету из бумаги. Вот. И сел туда, она не полетела. Мне красавица и чудовище всегда смотрела. Прямо для меня, да. Ну, ладно, Джимми Нейтрон. Тома Джерем, мне всегда было жаль Тома. Я не могла. Ну, погоди, мне всегда было жаль Волка. Почему над ним издеваются? У меня всегда за справедливость. Что? Я недавно. Я пластилиновую ворону. Никак не могла переваривать. Подожди, не могла переваривать? Нет. Зайца, поймаю. Скварик, нажарю. Ты что, серьезно? Отнесу-ка я его лучше куда-то там. Ты же класс. Это не она, да? Это падал простогодный снег. Но неважно. Все, одна и тоже. Короче, что... А я недавно вот посмотрел мультфильм. Какой? Я его начал смотреть. Я его не успел закончить смотреть, потому что надо было куда-то ехать. Забыл куда. Валли. Я его посмотрел. Я его решил оставить. Я вот что скажу. Я не знаю, почему ты проникаешься так к нему вообще сочувствием. Потому что это человек... Ну, человек, да? Его человечили. Это человек, оставшийся один, то есть несчастный абсолютно человек, но который находит счастье в каких-то мелочах. В абсолютных мелочах. И я сидел, я плакал просто. Я плакал все вот час, наверное, что смотрел. Потому что, ну, просто настолько это... Вот классно сделанный сценарий, классно. Все очень-очень хорошее. Очень хорошо это сделано. Надо брать на заметку. Вот, кстати, из мультиков, это там все очень грамотно же выстроено. Душа то же самое. Поэтому я бы сказал... Ну, мультики посмотрим. Посмотрим. Погнали что-то, да. Я бы хотела вот почему-то с Людмилой Артемьевой. Я очень ее люблю. Она настолько яркая и личность, и героиня в кадре. Мне бы хотелось с ней повзаимодействовать. Ну, и, конечно, застать именно в кадре побывать с какими-то советскими актерами, которые еще остались с Фрейнлих. Моя мечта, наверное, никогда не сбудется, но вот да. Ахлобыстин, Фрейнлих. Ну, такие как бы столпы наши. С Максимом Матвеевым. Понятно. Работал бы. Ну, да. Ну, почему-то... Нет, да, да, да. Очень хочется разным поколениями назвать. Я не про Максима Матвеева сейчас. А вот, а просто чтобы понять, как кто подходит к своей работе. Посмотреть, да. Да, мы же учимся тоже смотрим друг на друга, разбираем сцены. Понимаешь, у кого какие фишки. Это очень многое дает. Рост всегда происходит на проекте. Да. Ну, Хабенский, если что-то пошло. Хабенский, конечно. Хабенский. Ну, я не то чтобы играл в театре, это были спектакли во ВГИКе. Вот, ты играла в театре. И у меня были антрепризы, у меня были мюзиклы, такие как бы детские спектакли, были взрослые мюзиклы. Я всегда была как гостем. Ну, антрепризы, понимаете, что это такое. Когда училась, конечно, были спектакли. Но вот если по работе, да, у меня антрепризы были. Мюзиклы в Турции наиграли, по городам. Я была Жасмин, у меня был свой Алла Ждин. Подожди, да ты что. Да. Вот сияющий мир, да, была ты? Бесконечно прекрасный, о, принцесса, ведь ты мечтать не смела с давних пор. Мы так долго можем... Это да. В иммерсивном спектакле? В иммерсивном? Я дважды была на таком представлении. Все зависит, наверное, от постановщика и от качества производства. Но сама, а самой бы поставить такое, я бы пока, я бы пока побоялась бы. Да, не знаю, мне пока что нравится другой немножко. Вот, поэтому пока что, наверное, нет. Но мы когда-нибудь придем все равно, потому что попробовать. Я люблю именно экскурсионные, но причем не брать экскурсии, а самой ездить. Например, я бы хотела на пирамиды попасть, и именно самой бы до туда ехать, там побывать, посмотреть книгу с собой, взять все сравнить, и на лотом найти что-нибудь такое. Что значит, экстремально? Экстремально я все никак не могу до серфа добраться. Все никак не могу срастить палец свой. Сёрфить! Я почему пойду, пойду. Вот, хочу серфить именно на океане и дайвинг. На океане. На. Скайдайвинг, скайдайвинг. Я хочу скайдайвинг. Что такое скайдайвинг? Это когда ты... Прикольно. О, начался с того, что спали мы в сумме часа два с половиной, в принципе. Два. Два, но плюс еще мы немножко в поезде спали. Это ты, не-не-не-не. А, на я-да. Вот это, как сам удобно, она вообще. нормально но у меня мужчина сидел очень непонятно каким-то баллон вот и у нас такое было странное состояние знаете когда ты немножко такой лета такое знаете когда мозг он белый лист да да он как бы думает но такое отказывается иногда думать и в начале встречи мне показалось такие все скромные и поэтому как-то пытались выйти рассказать что-то но потом разгорячились спели пару песен вопросы полились и мне понравились вопросы они очень были интеллектуальные и необычные над которыми они то что мы рассказали какую-то ситуацию там как мы снимались или что а именно самим подумать и покопаться в себе действительно над ответом поэтому дамы для себя вынесли просто что-то новый да как и с каждой встречи собственно вот здесь тоже особая своей энергетик особой своей атмосферой люди энергетики вот поэтому у саш очень много мыслей для раздумий на саша да я про нее тоже много чего понял в детстве мечтала о конце света да я не мечтала я просто думала ну как это я об этом буду разговаривать что мы вместе привезла цветочки для рысечки для рысечки спасибо в общем снова записал для вас видео без звука не знаю почему видимо это у меня так телефон работает пела песню для вас change the rhythm кати перри и думала думала и взять вообще на этот концерт но по составлению программы потом выяснилось что ну некоторые песни нужно убрать естественно составлять сначала программу очень большая а потом что-то отрезается вот и она пока вы было но надеюсь в следующем концерте она будет друзья привет спасибо всем еще раз огромнейшая за концерт от невероятные эмоции я до сих пор не отошел до сих пор в голове эти песни до сих пор это энергия невероятная полученная от вас спасибо вам огромное за то что дарите нам столько тепла столько любви столько эмоций мы стараемся делать то же самое спасибо вам за подарки которые вы нам дали я до сих пор еще честно говоря не успел все разобрать вот я уехал в лес слушаю пение птиц красота весна а знаете возможность это такая вещь и эту нету то она есть потом а потом и опять нету потом она есть это в принципе жизнь такая и все проходили и еще думаю еще сто раз пройду и пройдем и вместе пройдем поэтому те поклонники которые минус не минус там уйдут от нас или придут к нам всем рады и это выбор каждого у меня просто сердце бьется я аж задыхаюсь от того что говорю вот такие дела всем привет такая сегодня спокойная погода перед бурей на самом деле вот не только что прислали пробы на завтра какой-то мандраж появился ниоткуда что-то все проекты отменяют меня на этот год было запланировано три проекта я просто о них не говорила и представляете уже последний тоже отменили бюджет не выделили на лжи должны были снимать березовую рощу ну получается третий сезон и его не будет вот подтвердили информацию сегодня и отзывала ничего такое ощущение что мне надо с андреем снимать что-то и с андреем что-то делать и концерты значит это все будет никуда не выезжаю всем привет хотим передать нашему андрюшу скорейшего выздоровления потому что немножко приболел и не смог приехать на занятия да ясно он просто не общался с раксеевичем со мной тоже естественно что он сказал он сказал привет и в общем вот так давайте пожелаем нашему андрюше выздоровления мы его любим друзья привет так первое раз два три все не так страшно как как могло показаться все хорошо обстригли но ничего все отрастает очень быстро поэтому переживайте скоро все вернется так я выздоровел я выздоровел я уже сегодня был на занятиях только что вернулся голос вернулся вот и подтверждение этому а также последнее время я как-то мне очень понравился чехов я начал его читать очень много классно классно мне прямо очень нравится вот что мы еще делаем мы пишем песни вот я вам показывал эту песню до пускай Продолжение следует... Продолжение следует... Готовы? Раз, два, три. Продолжение следует... Мяу, хочется сказать. С тобой Гаврил. Алло, здравствуйте. А можно... Меня зовут Александра. Можно ли забронировать столик на 19 часов на сегодня? Мяу, 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 мяу. Да, на 19 часов столик. Мяу, мяу, мяу. На двоих. Мяу, 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 мяу. Мяу, мяу. 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 А у вас есть террасы? Или слишком холодно сейчас на террасу? Мяу, мяу, мяу. Мяу. Мяу, мяу. А, хорошо. Давайте, да, наверное, на террасу на 19 часов на двоих. Каштанова. Мяу. Да, да. Всем привет, Андрюша, привет. Всем-всем привет. Мне тут пришли вдруг сейчас цветы без повода. Я хочу сказать огромное спасибо. Это так приятно. Огромное-огромное спасибо. Кто? Не знаю. Ну что, Андрюш, привет. Всем привет. Андрей уехал к себе на родину, а я так мучаю Алексея Юрьевича. Он такой, спасите, помогите. Ее спасите, ей помогите. А чем мне надо помогать? Мне не надо помогать. Это ему надо помогать. Морально тем более. Потому что я сейчас... Андрюша, мы тебя ждем. Сашка, привет. Привет. Алексей Юрьевич. Я, да, я приехал домой. Суть потому, что я каждый раз, когда приезжаю домой, снимаю себя в лесу. Вы можете подумать, что я живу в лесу, но нет, там есть дома. Я просто их не показываю. Люблю время на природе проводить. Я вчера сходил подровняться чуть-чуть по волосам. Меня обстригли, обкромсали буквально так, что я теперь не знаю, на кого я больше похож. Может, на тебя, Саша, или на Алексея Юрьевича. В общем, так. В этот раз стать будет долго. Ну, наверное, теперь мы с тобой точно будем братья. И никто не ошибется. Как тот мальчик. Да, Алексей Юрьевич? Угу. Я просто мешаю Алексею Юрьевичу есть. Андрюш, у меня идея. Давай мы с тобой оба подстрижемся под стиль Алексея Юрьевича. Дурная девка. Все, невесело. Ребятки, такой душевный, такой классный. Алена, иди сюда. Алена, иди сейчас покажем вам Алену прекрасную. Кто нам помог, кто это все сделал. Алена, всем привет. Это наша Алена. Наша, наша менеджер тоже. Я не знаю, я всех называю менеджерами, на самом деле. Но это пиаро дел. Прекрасная Алена. На самом деле, она делала видео и на нашем концерте. Господи, что так отвлечь? И везде, и всюду скажем ей огромное спасибо. Вот. А это Андрюша. Это я. На сельдерей. Он меня подсадил на сельдерей. И ваш тоже. Да, пошариваю потихонечку. Всем привет. Ну, хоть в конце обо мне вспомнил. Смотри, у нас теперь с тобой одинаковые прически. Надо срочно с тобой увидеться. Собственно, мне все нормально? Завтра на пробы. Это не вздох, к сожалению. Это, наоборот, радость и страх. Потому что что-то в последнее время вообще все не так, как раньше. Ничего не совпадает, не получается. Но, видимо, это время для того, чтобы мы с тобой творили, Андрей. Чтобы мы с тобой делали совместные проекты. Чтобы с тобой чаще видеться и никуда не уезжать, видимо. Поэтому у меня немножко сейчас еще и мандраж перед пробами. Давно не было мандража. А сейчас есть. Скажи мне, дорогой мой, а ты там, Алексей Юрьевич, нормально помучил или нет? А то я его всегда мучаю. Он от меня уже так отбивается всеми путями. Вот ты-то его хоть немножко... Ты ему надоел? Я понимаю, что это невозможно, чтобы кому-то ты надоел. Но все же, ты там за меня... Как вы там позанимались? Сашка, пойми, вот линейка это Нестер Кэш. Вот это ты мучаешь Алексея Юрьевича. Вот это я его не мучаю. Если я тоже начну мучить Алексея Юрьевича, и примерно перейдет к тому, что Нестер Кэш... И все. Понимаешь? Поэтому моя роль здесь сохранять баланс. Вот так вот. И мучить Алексея Юрьевича это твоя прерогатива. Поэтому ты этим занимайся, а я буду... А я буду заниматься другим. Вот так вот. А я тебе желаю удачи на пробах. Удачи, успеха. Не знаю. Да, нам нужно... Видимо, время такое, да? Делаем что-то свое. Но это и классно. Поэтому давай поскорее там отстреливайся на пробах и... Пригони ко мне. Ну, в смысле... Ну, в смысле мы с тобой увидимся. Вот я это имел в виду. Исключительно это. Исключительно. Так, я поняла. Мы играем в игру. Злой и хороший полицейский. Или плохой и хороший. Ну, короче. Я злой, ты хороший, добрый полицейский. Я поняла. Алексею Юрьевич, держитесь. Да, Андрюш, мы с тобой завтра увидимся. Все. Интрига. Всем привет. Ну что, готовы увидеть моего брата? Самого любимого моего брата? Да убирай ты. У меня, правда, пробор по другую сторону. Подожди. Не, ну у меня длиннее волос. Да, у тебя длиннее волос. Хотя, смотри. Ну вот ты бибер прям такой. Так. Жастин. Не мог. Давай, спой свое. Бэйби. Бэйби, бэйби. О, вы лайки бэйби. Я даже не помню его. Смотри, ты Жастин, а я Шон Мендес. Вот, все. У них там дуэт есть такой. Поем. Я не помню. Ребятки. Ир был прекрасный. Такой душевный, такой классный. Алена, иди сюда. Алена, иди сейчас покажем вам Алену прекрасную. Кто нам помог, кто это все сделал. Всем привет. Всем привет. Это наша Алена. Наша, наша менеджер тоже. Я не знаю, я всех называю менеджерами, на самом деле. Но это пиар-дел. Прекрасная Алена. На самом деле, она делала видео и на нашем концерте. Господи, что так отлич? И везде, и всюду скажи мне огромное спасибо. Вот. А это Андрюша. Это я. У меня сельдерей. Он меня подсадил на сельдерей. И вас тоже. Пошаруем потихонечку. Андрей, привет. Мам, ты дочь эксплуатируешь, ты знаешь? Нет, конечно, привет всем. Она даже не знает, что я с ним... Ты что, понимаешь все? Ну ладно. Понимать, что я с ней мало. Мам, ну это же неправильно эксплуатирует меня. Правильно. Мы с тобой работаем. Смотри, весна какая. Как весна, дождь идет! Дождик капает. Угу. Иду. Да, позавчера было мероприятие. Мы были там с Андреем. Потом мы даже сходили в караоке. Классно посидели. Пообщались. После вчера я была в дороге. Целый день на машине. Потому что здесь все-таки от Москвы 1200 километров. Мне нужно было кое-что привезти родителям. Задержалась здесь на один день. И завтра снова в путь в Москву. Так что Андрей там один без меня переживет эти дни. Жду сама, когда он выйдет на связь. Наверное, отдыхает. Все хорошо. С нами все хорошо. Ну я поймала уже 10 раз. А ты что, линьки? Всем привет. Значит, меня эксплуатировали. Я на огороде. Правильно так ведь говорить, да? Вот, смотрите. Вон там мои родители. Я пока тут... У меня закончилась картошка. Жду следующей партии. Так что не вечно по праздникам ходить. Надо иногда и работать. Сказываю немножко. Вчера я была просто в дороге целый день. Потому что в машине приехала. Нужно родителям было кое-что привезти. Вот сегодня один день здесь. И завтра уже в дорогу обратно в Москву. Так что я ненадолго. И пока я здесь, у меня решили припахать в огороде. 11 лет. 11 лет вообще, ну... Не то, что не сажала картошку. Ну да, не сажала картошку. Так-то и на грядках тоже. О, мама пришла. Да, я вижу, что сильнее дождь пошел. Здесь дождь. Вчера было 23 градуса. Это Башкирия. Это Башкирия. на куплет именно на песню вот это идет сгаре только мы сгаре Мы с тобой, Карим. Мы с тобой, Карим. У меня он хочется сказать. Мы с тобой, Гаврил. Всем привет, Андрюша, привет. Всем-всем привет. Мне тут пришли вдруг сейчас цветы без повода. Я хочу сказать огромное спасибо. Это так приятно. Огромное-огромное спасибо. Кто? Не знает. Ну что, Андрюш, привет. Всем привет. Андрей уехал к себе на родину. А я мучаю Алексея Юрьевича. Он такой, спасите, помогите. Ее спасите, ей помогите. А чем мне надо помогать? Мне не надо помогать. Это ему надо помогать. Морально тем более. Потому что я сейчас... Андрюша, мы тебя ждем. Дорогие наши зрители, наши подписчики. Есть такой часто задаваемый вопрос. Можно ли к нам с Сашей обращаться на ты и по именам? Отвечаем на этот вопрос с Алексеем Юрьевичем. Алексей Юрьевич, ваше мнение? Давайте, ладно, мое мнение. Ко мне можно обращаться... Нет, подожди, мое мнение. К Андрею, значит, Андрею Александровичу. И только на вы. Только на вы. К Александре Анатольевне. Только на ты и Сашка. Или к Аштанове. Или к Аштанове, да. Ну, собственно, все. Да? Ну, в общем, да. Ну, и все. Стоило мне вас двоих оставить, и на тебе. Что за дискриминация? Сашка, Сашка, Сашка. Прости, прости, прости. Мы пошутили. Это он пошутил. Я-то не шутил. Чья была идея, Алексей Юрьевич? Пошутить. Ну, моя, конечно. Ну, конечно. Ребят, вопрос очень странный. Конечно, к обоим на ты. Конечно, по именам. Как вам удобно, так и обращайтесь. Дам небольшой совет. К Андрею Александровичу лучше все-таки Андрюша. Андрюшенька. Ну, тогда к Александре Анатольевне обращайтесь. Бипа. Или малышка. Вариантов больше нет. Бибулечка. Бибулечка. Малышулечка. Вот так. Слушайте, чат творит чудеса. Меня так в жизни никогда никто не называл. Настолько уменьшительно ласкательно. Но спасибо вам. Иногда вас можно оставлять вдвоём. Я рада. Я такая потрёпанная. Сегодня сделала двойное кардио. Немножко так. Но хорошо. Все эмоции, всё, все негативные мысли просто ушли. Это помогает. Рысь. 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 Тебе в этой жизни всё понятно, да? А вот мне нет. Привет. Котик мой. Ты моя Зойка. Хотела выключить, не могу выключить камеру теперь. Угу. Всё? Показала на что ты способна? А нет. Ещё не всё. Пять воробей. Тебе. Пять воробей. Знаете, где мы? Знаете, где мы? Мы... Пять воробей. Пять воробей. Пять воробей. Пять воробей. Пять воробей. Отдыхаем. У нас такая встреча была интересная. Не запланированная, поэтому не обижайтесь, что кто-то кого-то не пригласили, не сказали. Потому что Андрей вообще только сегодня узнал. Я это вообще сюрприз, как привезли самого себя. Это просто он мне подыграл, а я помогал Саше Никифоровой, своей подруге-актрисе. Вот так вот получилось, что... Совпали. Да. Так что ждём следующей нашей фан-стричи. Да, будем делать. Да, и концерты, и всё остальное. И ещё у нас новостей много-много. И прямой эфир скоро. Пожалуйста, внимание, важнее всего здесь снегопад, который с головы до пятницы... Рейдик, да, путь-ка. Мы уже по-настоящему написали видео. Что вы делаете сегодня? Что вы делаете сегодня? Да, мы делаем. Алёна, вот это. Алёна, я тебя делаю, по-моему, оттуда выработает. Выработай. Честно вам признаюсь, проект предстоит очень сложный и сценарный, и по выработке, и по всему. Не знаю, как мы будем без переработок, ну, в смысле, укладываться в эти 12 часов смены, потому что очень много минут в день снимаем, очень много сцен. Режиссера я видела сегодня в первый раз, и он меня видел в первый раз. До этого я общалась только с продюсером в Москве, когда были пробованы у продюсера. Поэтому, не знаю, надо будет ещё найти общий язык с режиссёром. Вот, тут просто моя сценария полностью противоречит мне. Там совсем другая героиня, даже внешняя, когда там описание идёт. Вот, выбрали меня. Надеюсь, всё будет хорошо. Честно вам признаюсь, проект предстоит очень сложный и сценарный, и по выработке, и по всему. Не знаю, как мы будем без переработок, ну, в смысле, укладываться в эти 12 часов смены, потому что очень много минут в день снимаем, очень много сцен. Режиссера я видела сегодня в первый раз, и он меня видел в первый раз. До этого я общалась только с продюсером в Москве, когда были пробованы у продюсера. Поэтому, не знаю, надо будет ещё найти общий язык с режиссёром. Вот, тут просто моя сценария полностью противоречит мне. Там совсем другая героиня, даже внешняя, когда там описание идёт. Вот, выбрали меня. Надеюсь, всё будет хорошо. Всем привет, а то мы в чате выкладываем, выкладываем что-то, а здесь нет. Скажите, что у нас сегодня, Алексей Ильич? Ой, Андрей, иди сюда, быстро! Мы на канал записываем видео. Привет, привет, канал! Что мы делаем сегодня? Что мы сегодня делаем? Вот Алена. Вот Алена. Вот Алена. Я всегда делаю, по-моему, одно и то же. Вы работаете. Да, ставите. Да? Ну как? Ты рад? Ты счастлив? Всё же для тебя сделала я, всё же это всё. Да. Дима. Обниму-ка штанца. О, он на СРК. А, прям он на СРК. Да, он на СРК, где, соответственно, два учреждения. Ух ты! Ничего себе! Аня! Аня, привет! С днём рождения тебя! С днём рождения тебя, Дарья. Мы вот встретились. Хотим тебя поздравить, пожелать тебе здоровья, пожелать тебе любви. Очень крутых проектов! Проектов очень классных! Обязательно! Самых классных проектов! Чтобы у тебя всё получилось, чтобы ничто, никто тебе не помешал реализовать то, что ты хочешь. Да. Море-море наслаждения, творчества. 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 Мы тебя очень сильно любим. Жизнерадостности. Целуем, обнимаем. Всем привет! Опять засвет! Я уже улетаю в Москву. Сегодня был один день. Если видно, видите, я до сих пор даже в гриме. У меня была проба, так сказать, пера, грим-костюм для одного проекта. Поэтому я сейчас в Москву, а потом возвращаюсь сюда где-то, думаю, в понедельник уже. В Минске я бывала, поэтому в музеях бывала, везде бывала. Но ещё обязательно куда-нибудь схожу, пока буду здесь. Но, думаю, у меня график будет напряжённый, очень напряжённый. Я пока не понимаю, как это всё будет получаться у меня, но постараюсь. Так что такие дела. Так, вернёмся к нашим съёмкам. Ты бы... Ты на Агапова пробовался? Да, да. А на кого? А кого ты другого хотел бы сыграть? Нет. Нет. Зачем меня сыграть? Отрицательные персонажи тебя всё-таки привлекают, но не в нашем кино. Да, да. Здесь Агапов, я считаю, на своём месте. То есть я на месте Агапова. Меня всё устраивает. Зрители очень интересуют, есть ли сцены, которые не вошли в монтаж. Сняты, но не показаны. Что-то было, я не помню. Я не помню. А вот, кстати, в эфире могло быть что-то не показано, а в интернете полная версия. Просто у меня была сцена, которая в эфире не прошла, а потом в интернете я увидела. Так что, скорее всего, у нас всё в полном объёме. Может быть. Есть сцены, которые ты прочитал в одном ключе, а сняли совсем по-другому? Я не помню такого, на самом деле. Просто у нас же как было, всё равно ты, когда читаешь, ты себе представляешь одно, а потом оказывается, что там, ну, возможности какие-то не позволяют всё это так снять или ещё что-то. Всё равно что-то видоизменялось постоянно. Но такого, что прямо координат. Классно. Какая самая сложная сцена? Для меня самая сложная сцена была наша с Ксюшей сцена в отеле. Мы её снимали, во-первых, в первый съёмочный день, когда мы с ней познакомились, с Сашей. Ну, это когда я Агапов её выкупил. Агапов её выкупил, она пришла к нему в гостиницу. И он начинает срываться, на неё курица. Там вот это всё начинает. Я не знал, как это играть. Я тогда был... Ну, как-то я не чувствовал в себе достаточно натренированность. Если бы я это сделал после спектакля, который мы ставили в Амгике. Двое на качелях, у нас был спектакль. Тогда я бы это сделал вообще. А тут я давно так вот... Не было у меня таких резких перепадов. И я думаю, блин, как я это сделаю? Прокричаться где-то в парке тоже не было возможности. Везде люди. В гостинице орать. Тоже не хотелось так репетировать, тренироваться. Вот. Ну, пришлось как-то там тоже от Сашки отталкиваться. Просто... Ну, в итоге получилось вроде ничего. Не то, что ничего. Зритель в это верит. И задает тебе вопрос. Насколько... Именно, кстати, по поводу этой сцены. Насколько свойственно тебе проявлять такие эмоции в отношении женщины? Ну, вот сейчас я поняла, что совсем не свойственно. И более того, тяжело. Более того, тяжело, да. Да, пришлось. Ну, возможно, это была актерская удача, то, что это произошло в первый день, в день вашего знакомства, в том смысле, что вы еще не настолько подружились, чтобы оберегать друг друга. И на незнакомого человека, ну, относительно незнакомого, может быть, было легче, да, проявлять эту эмоцию. Угу. Ну, сейчас мы с Сашкой ставим спектакль, на самом деле, еще. И там есть такие моменты, поэтому все нормально, натренировался. Расскажи, для тебя кино и театр, ведь это разные вещи, да? Одно дело в кино, когда тебе на раз нужно сыграть эмоции, да, и в театре, когда ты последовательно идешь по сюжету. Ну да, это в чем-то разные вещи. В обоих моментах ты должен жить и там, и там. Просто, как бы, кино – это крупный план, это ты вот здесь вот, ну, бывает крупный план. Вот. А театр – это ты действуешь всем телом, и у тебя огромный простор для действия. В общем, это… И в то же время это абсолютно разные взаимодействия, абсолютно разные… Жизнь, нет, как это слово… Ну, допустим, ладно, жизнь на сцене другая. Вот, сын, четыре минуты. Кстати, кстати… А у меня еще близко для тебя. Ой-ой-ой, сейчас я быстренько расскажу. Я вот потом, только после съемок вспомнил, что, оказывается, я у Сергея Васильевича пробовался на роль в фильм, который он перед этим… Ну, в общем, который он снимал в девятнадцатом году, я пробовал, я был на втором курсе тогда. «Черное море», по-моему, называется. Вот. На главную роль. И я как-то очень плохо попробовался, и я оттуда вышел. И, ну, очевидно, что меня не возьмут, что все очень плохо. И я такой про себя сказал, ну, смотрите, я к вам на роль еще попаду, и я к вам попаду. Я это просто… Боже, ты меня лугашек. И… Раз. И вот так случилось. И я это понял только после съемка, что это он же, что это тот же самый… Ты представляешь силу мысли? О, да. А он, кстати, об этом не знает, что я ему сказал. Ха-ха-ха-ха. Вот это открытие, кстати. Ничего себе, ты не проговорился даже в момент съемок. А, ты просто забыл об этом. Я не помнил, я не знал. Я после съемок уже посмотрел и узнал об этом. В этом смысле очень правильно, как говорят, что вышел с проб – забудь. Утвердят – прекрасно. Нет, пускай это будет твоим опытом. Угу, да. Итак. Блиц у меня, правда, небольшой. Всего из 10 вопросов. Вопросы, на которые можно отвечать – да или нет. Да. Кто? Да. В каком городе хотел бы жить? Да. В каком городе мира хотел бы жить? Нет. Блин, нет, прости. Ну, хорошо. Ну, нет, ну, не да, не нет. Андрей, не вали меня. Ну, одно слово – хорошо. Да, нет и одно слово – ответ. Ха-ха-ха. Какой посмешный артист, а? Я думал, это прикол у тебя такой. Ха-ха-ха. 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 Ладно. А-а-а-а. Сложно. Я не знаю. Я не знаю. Я нигде не был. Кроме… Я нигде не был. Ой. Заграницей не был? В Киеве только. В Украине был. И все. Больше нигде. Кстати, столько вопросов было про Киев, но не успеваем. Ну, не успеваем. Что самое запоминающееся, вот здесь можно много слов с тобой случилось в Киеве вне площадки? Я тебе напомню, ты ходил на концерт. Да, Людовик и Навык. Представляешь, как круто. Есть ли у тебя заветная мечта? Здесь можно да или нет? Главная роль… Главная роль… Да. Мечта будет твоей тайной. Служил ли ты в армии? Нет. Считаешь ли себя красивым? Да. Твое любимое мороженое словом, пожалуйста, да, не да или нет? Пламбер. Сложно ли быть актером? Да, да и нет, нет, да, да, не знаю. Прекрасный ответ. Действительно ли счастье любит тишину? Скорее, да, но тоже пятьдесят пятьдесят пятьдесят. Если бы предложили сняться в коротком метре у студента-режиссера, снялся бы? Там то, что называют американцами «Depends» зависит многое всего. Да, да, да. Любишь, когда девушка сама проявляет инициативу? Да. Да. Гордишься тобой? Ну, да. Андрюш, смотрю, на часы 16.00 надо заканчивать, иначе все не сохранится. Вопросов, как ты понимаешь, мы не осилили даже, наверное, десяти, а их было сорок пять. Ух ты. Поэтому призываю тебя к нашей традиции. Ти-дин! Ти-дин! Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Прекрасный собеседник. Было очень интересно, несмотря на то, что за время съемок нам не удалось так много поболтать. Классно, что есть вот это время уже после, да, когда мы можем друг друга узнавать все ближе и ближе. Итак, махаю ручками, на этом эфир заканчивается, но... Но! Давай еще минутку, или две, или три, может быть, поговорим про то, что ожидает зрителей впереди. Ваш приезд, во-первых, в Санкт-Петербург. Да, 23 февраля. Да, да, да. Всю информацию можно найти у тебя на странице или у Саши на странице? Да, у нас в шапке профиля, там есть ссылка на наш сайт nestracash.ru, и там есть билеты, там есть билеты уже на Санкт-Петербург, на гастроли, ну, мы едем в гастроли в Уфу, Казань и Нижний Новгород. Там билеты на все уже есть, вот на всех городах, поэтому можно уже покупать, смотреть. А числа там тоже уже стоят? Уфа, это марк? Да, Уфа, по-моему, третье число, Казань четвертый и Нижний Новгород пятый. Я запланировала на 3 марта свою творческую встречу, мы будем параллельны друг другу. Вот это энергия. Еще никто не знает, правда, что это будет 3 марта, но я тоже... Уже все знают. Скажи, пожалуйста, что еще за магазин вы открыли, или как это называется, где можно купить ваши прекрасные футболки? Да, это так называется, магазин, ну, можно сказать, сувенирной продукцией. Мы сделали такую футболки, там есть футболки, где наши фотографии с Сашей, вот, но мы еще решили сделать просто силуэтами, ну, тоже с фотографией, силуэтами, чтобы каждый человек мог ассоциировать себя с вот этими силуэтами на футболке, себя, вторую половинку своей. Ага. И надпись из песни «Ты и я» приезжаем. Это Сашина песня, которая еще будет премьера, или вы ее уже пели? Мы ее, ну, мы ее пели, мы ее пели на концерте, но мы ее сейчас записали в студии, и мы ее скоро выпустим на всех площадках. Это так же, как «I love you» будет, да? Да, так же. Вы уже скоро альбом сможете выпускать, да? Осталось еще 10 песен набрать, и все, и 12 песен уже может состоять альбом, нет? Ну, «I love you» — это в альбоме моего друга Димы Пермякова, это за главные песни там. Вот, от Саши, да, у нас запланировано еще несколько песен. Поэтому посмотрим, как пойдет. Работаем пока, что просто работаем. Класс. Я очень за вас рада, за то, что вот наш сериал дал нам возможность еще получать удовольствие от подобного процесса, да? И могу сказать, что нечасто такое случается, когда после съемок продолжают общаться артисты и имеют еще какие-то общие творческие воплощения. Очень круто. Да, да, это правда, это чудо какое-то, магия, волшебство. Итак, Андрюш, а я сейчас должна совершить свою магию, свое волшебство — это сохранить эфир. Ура! Смотри, я сейчас нажимаю на крестик, ты можешь ничего не делать. Ой, нас в эфире смотрело 2500 человек, а сколько хочет посмотреть. Вот для тех, кто не смог к нам присоединиться в прямом эфире, сохраняем запись. Андрюш, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Анна. До встречи. Творческих дальше свершений. Пускай мечты не заканчиваются, если реализуется одна, тут же возникает вторая, или пускай их сразу 10 и по очереди вперед-вперед-вперед. Да, спасибо огромное. Спасибо тебе большое. До новых встреч. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok как это почему это честно а что что ведь очень мало дома у нас работой все начинается картошку а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...